Этот бункер для мусора в деревне Гребнево давно переполнен. Управляющая компания вывозит отходы по нормативу в соответствии с тем объемом, который оплачивают жители. Это всего 2,2 кубометра в месяц. А в бункере, да еще и с горкой, уже накопилось раза в 4 больше. И не за месяц, а гораздо быстрее. Увы, большинство местных жителей выносят сюда мусор бесплатно. Мусоровозящая компания не готова вывозить такой объем мусора за свой счет бесплатно. Поэтому хотелось бы навести порядок. Заключать договор на вывоз мусора – обязанность каждого домовладельца. В противном случае – административное правонарушение и штраф в 5000 рублей. Наличие договоров у жителей частного сектора регулярно проверяют в ходе комиссионных рейдов. Местная администрация, полиция, госадмтехнадзор и недавно созданный орган, районная административная комиссия, получившая ряд функций ГАТН, совместно обходят частные домовладения на предмет проверки наличия договоров. Ни у одного из окрестных жителей, кто был дома, документа не оказалось. Хотя знают, что он должен быть. Как в школе – учил, но забыл. У вас договор на вывоз мусора заключен? Нет, я не заключал вообще. Да, но я хожу и заключаю периодически. Скажите, пожалуйста, у вас договор на вывоз мусора заключен? Мы не заключали, но обращались в администрацию. Многие жители Гребнева – дачники, приезжают только на лето. Но этот факт, как говорится, не освобождает от ответственности. И при этом они возмущаются, что контейнер, куда носит мусор, вся деревня переполнен. Мы согласны, мы живем здесь три месяца, мы согласны платить. Согласны платить, только вопрос... Да, кому и да, чтобы это было реально, и чтобы не вез сюда все Гребнево. Я с удовольствием платить готова тысячу в месяц, чтобы был порядок, чистота. Но если это будет, именно для наших вот домов. При отсутствии договора нарушителям дается шанс исправиться. Десять дней на принятие правильного решения. Найти, в том числе с помощью администрации поселения, мусоровывозящую компанию и заключить договор. Если же этого не произойдет, штраф в пять тысяч рублей придется заплатить. Цель именно работы комиссии в данном направлении и совместных рейдов комиссии Госадмотехнадзора Московской области и состоит в том, чтобы непосредственно уже в личном контакте с собственником частного домовладения убедить его в необходимости исполнения требований законодательства в данной сфере. Вот на сегодняшний день мы провели данный рейд, обошли несколько десятков частных домовладений. Работа административных комиссий становится все более эффективной и не только в вопросе заключения договоров на вывоз мусора. Госадмотехнадзор контролирует их работу и, конечно, оказывает консультативную помощь. Комиссии были созданы по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и правительства переданы полномочия и комиссии созданы с целью выявления пресечения административных правонарушений в сфере благоустройства. В данный момент нами в Щелковском районе возбуждено порядка 30 административных дел, проводятся расследования, виновные лица наказываются. Согласитесь, каждый хочет жить в чистом городе, чистой деревне. Чтобы так было, нужно совсем немного, просто проявить сознательность и начать с себя. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...